всех приветствую с вами александр котов и сегодня у нас как в старые добрые времена большой урок по обработке обработка киселенко проводы русская народная песня сегодня мы рассмотрим эту обработку я вам ее сыграю и расскажу подробно как обычно я рассказываю что здесь такое если вам нравятся мои уроки подписывайтесь на канал в ютубе в рутубе яндекс дзене также имеется строка в помощь каналу большое спасибо подписчику которые занимаются этой обработкой хочет ее сыграть так сказать за идею и за помощь каналу и так давайте я попробую сначала сыграть эту обработку и КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такая вот обработка. Извините, если что не так. Если бы я занимался еще больше, я бы сыграл еще быстрее и еще более качественно в плане штриха. Так что, если что не совсем идеально, извините. Давайте рассмотрим, что же тут у нас с вами за нотный текст. Итак, поехали. Партия левой руки. Играем басы и аккорды коротко. Поехали. Ми, ми минор. Просто третий, второй, как обычно все. Си, си септ, ми ми минор, си ми минор. Дальше ниже спускаемся на бас до тоже третьим вторым. Прыгаем до, до мажор, до, до мажор, соль, соль мажор. А дальше бас соль диез напротив баса мино вспомогает нам в ряду. Я играю четвертым пальцем, четыре в кружочке. Я вам предоставил сканы со своими пометками. Как я играю, вот как здесь написано, так я и играю. Вот. Этот бас напротив баса ми можно играть, конечно, и третьим пальцем тоже. Аккорд вторым. Но так, немножко как бы дальше тянуться, я предпочитаю четвертый. Но сейчас я стал немножко уже пересматривать свои устоявшиеся принципы. И, в принципе, можно играть и третьим пальчиком тоже. Почему бы и нет. Но я всегда в таких случаях играю четвертым. Даже если иногда приходится вот далеко его так кидать. Может быть, я в этом и не прав. Ладно. Давайте идем дальше. Ля, ля минор. Бас до мизинчиком. Это стандарт. Ля минор. Бас си ми минор. Ми ми минор. Ля, ля минор. Си си септ. А вот дальше басовый ход. Ми, ре, до, си, ля, соль. Ми, ре, до, си, ля, соль. Я его играю легато, а последнюю нотку соль стакката. И пальцы все по основному ряду. Тут хоть наисно буква В нет, а мне понравилось по основному ряду. Третий пальчик, четвертый, пятый, второй, третий, пятый стакката. А вот дальше, после пятого, бас фа диез напротив бас аре четвертым пальчиком. Четыре в кружочке, а ре септ вторым. Ну, дальше бас соль, мизинчиком, ми минор, ми ми минор. Вот. И вот так получается. Видите? Удобно тут как раз четвертый, пятый. Все вроде нормально. Дальше бас ля четвертым, бас ля диез вторым, два в кружочке. Си третьим, си септ вторым. То есть тут вот так. Басовый ход подбирается к басу си. Легато, бас си, стакката в конце этого басового хода. Си септ тоже стакката. А дальше басы. Все по основному ряду басов и стакката. Третий пальчик, второй, пятый, второй, третий, второй. Ми ми минор. Дальше си си септ. Ми ми минор. Си ми минор. Ниже спускаемся до, до мажор. На вспомогательном ряду бас ми до мажор. Третьим, вторым, понятное дело, три в кружочке, два. Соль, соль, мажор. Опять бас соль диез на вспомогательном ряду ми септ. Тут как хотите. Либо четвертым, либо третьим. Можно пальцем играть этот бас на вспомогательном ряду. Дальше. Ля, ля минор. Бас фа диез четвертым пальчиком на вспомогательном ряду. Четыре в кружочке. Ля минор. Это тоже стандартный случай. Такое часто используется, что с минором. Вот этот бас фа диез. То есть аккорд как бы не ля минор. Точнее сказать, это ля минор. Но не просто ля минор, а ля, до, ми и еще фа диез. Вот это фа диез. А м6. Ля минор с секстой. Ля, си, до, ре, ми, фа. Это секста. Далее. Бас соль мизинчиком ми минор. Бас си ми минор. Бас до мизинчиком ля минор. Бас си септ. Ми ми минор. Си ми минор. Ля ля минор. Ре рэ септ. Соль соль мажор третьим вторым. Дальше басовые ходы. Вот такими штрихами, как я написал. Видите? До си ля. По основному ряду. Пятый, второй, третий. Ля гато до си ля. Ля гато ля в конце стакката. Дальше. Ля диез вторым пальчиком стакката. А потом басовый ход. Си ля соль. Фа диез. Си ля соль. Стакката соль. Фа диез стакката. И ми вместе с ми минором. А ми вместе с ми минором, оно как бы так тянется вместе с правой рукой. Вместе вот с этим. Вот. Ну вот тут все написано. Вот эти басовые ходы. Если хотите, можете сделать в них поменьше ля гато. Можете выбирать штрихи, как вам больше нравится. Пожалуйста. Я вот так выбрал. Здесь получается все на основном ряду. Только вот этот бас ля диез на вспомогательном ряду. А все остальное на основном. Мне так показалось удобнее играть. Дальше. Следующий листочек. Ми ми минор. Си си септ. Ми ми минор. Си ми минор. До до мажор. Ре ре септ. Соль соль мажор. Ми ми септ. Ля ля минор. Вот этот фа диез. Четыре в кружочке. Ля минор. Соль мизинчика. Ми минор. Ми ми минор. Ля мажор. Обратите внимание. Такая гармония. Си си септ. Ми ми минор. Дальше басовый ход. Ля си ля стаката. Четыре два три. По основному ряду басов. Значит ля минор. Дальше. Бас на вспомогательном ряду напротив баса ре. Это бас фа диез. Аккорд ре септ. Но я играю четыре в кружочки. В таких случаях, когда вспомогательный ряд. Аккорд септ. Четыре в кружочке. Но здесь так и правда удобнее. Здесь-то уж совсем не обязательно вот так третьим. Не, здесь нормально. Просто там я почему сказал, что можно третьим. Потому что там как бы снизу вы прыгаете, чтобы четвертый палец далеко не закидывать. Как бы вот из этих соображений. Мне еще преподаватель говорил, зачем акробатические номера. И я, когда он там мне сказал, не в этом произведении, а в другом. Я действительно третьим играл. Ну просто у меня такая система сложилась, что всегда четвертым. Но вот решайте сами. Как вам удобнее будет четвертым или третьим. Дальше идет соль, соль, мажор. Соль, соль, мажор. Потом фа, фа, мажор. Я играю пятый, четвертый. Потому что иначе уж совсем высоко нужно будет прыгать. Вы можете играть как хотите. Или третий, второй, или четвертый, третий. Ну я так, кстати, редко играю. Но иногда бывает. Я пятый, четвертый здесь играю. А дальше прыгаю наверх. Бас, фа, диез, аккорд, си, септ. Ми, ми, минор. И ми вместе с ми, минор. Дальше. Ми, ми, минор. Си, си, септ. Ми, ми, минор. Си, ми, минор. До, до, мажор. Ми на вспомогательном ряду. До, мажор. Соль, соль, мажор. Соль, диезик на вспомогательном ряду. ми-септ, ля-ля-минор, 4 в кружочке, вот этот фа-дес, ля-минор, соль, мизинчиком, ми-минор, си, ми-минор, до, ля-минор, си-септ, ми-минор, вспомогательный ряд, ми-септ, ля-ля-минор, мизинчик, ля-минор, ми-минор, мизинчик, ми-минор, си-септ, вспомогательный, си-септ, ми и ми вместе с ми-минором. Дальше ми вместе с ми минором тянется Чуток си вместе с септом Ми ми минор ми вместе с ми минором До до мажор Ре вместе с ре септом Соль вместе с соль мажором Ми вместе с ми септом Ля минор 4 в кружочке Ля минор мизинчик Ми 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 минор Дальше басовый ход Ля ля ди с си Ну так же вот 4 Два в кружочке 3 Потом си септ Ми ми минор Потом басовый ход До си ля Соль Все по основному ряду Хоть тут и В написано, я решил на основном 5, 2, 3 стаката 5 стаката, дальше 4 в кружочке Ля минор, мизинчик, ми минор Ми ми минор, фа диез Фа диез, септ Внимательно, гармония вот такая Си, си септ И дальше бас ми стаката третьим пальцем Бас си стаката вторым пальцем И ми вместе с ми минором Здесь третий, второй лучше Можно всяко, можно третий Третий Все третьим, как бы Можно третий, второй Мне так показалось лучше Дальше ми ми минор, си септ Ми 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 минор, си ми минор, до до мажор Вспомогательный ряд, до мажор Соль, соль мажор, вспомогательный соль мажор Ля минор, мизинчик, ля ми ми минор Мизинчик, ми ми минор Бас фа диез Аккорд си септ Вспомогательный ряд си септ В этой же линейке, понятное дело Ми ми минор, вспомогательный ряд ми септ ля ля минор 4 в кружочки ля минор когда такой аккорд мне один человек сказал поставил вопрос ребром помните иногда прикалывался вопрос ребрышка дальше си ми минор мизинчик ми минор и басовый ход си ля соль фа диас ми 3 4 стаката 5 2 все по основу ряду 3 и в конце ми вместе с ми минор ну не особо сложная партия левой руки единственное что вот басовые ходы имеются а так все как бы более-менее стандартно ну скачки там где то есть чуть побольше так вроде ничего особенного ну и теперь партия правой руки я в принципе аппликатуру вам написал вот пожалуйста ми ради с ради с вместе соль соль переходит фа диас отпускается рэ диаса фа диас переходит ми стаката ми стаката ми тянется видите как тут 2 3 2 4 3 отпустить а тут 2 3 2 ну так просто дальше 3 4 2 3 до ми потом 2 3 до ми тянется переходит легатов сире 1 4 до ми 2 3 дальше ля до 2 2 3 соль соль си 2 4 потом фа диас ля 2 3 ми соль 2 3 и ради если 2 4 дальше ми 2 5 ми ми а внизу играется играется вот так а вверх вот так вот соль диас си 1 4 ля до 2 3 сире 1 4 и все это переходит ля до 2 3 вот вы по нотам видите снова 2 3 а вот здесь доме доме 2 4 а потом отпустили гата перейти в ля до 2 3 видите как то есть низ играется вот так а вверх вот так разные штрихи когда терции подряд идут могут быть разные штрихи это сложно да дальше соль си 2 4 дальше легата играю 2 3 1 4 2 3 1 5 дальше идет вариация я вам написал аппликатуру видите 3 2 3 2 вот я вам аппликатуру тут написал я это проговаривать не буду сначала просто легата играете потом пробуйте вот так стакката или нон легата тоже можно попробовать ну и у кого получится лучше ближе к скляров скому штриху чтобы не просто было легата а вот так это еще я успеваю а если еще быстрее вот добиться такого эффекта стакката это очень сложно конечно на самом деле вот дальше играю 1 5 мими 1 переходит во второй потом 1 4 1 переходит во второй потом 1 5 стакката 1 4 стакката ну вот так дальше 1 2 5 4 3 5 тут отпускается мину тут вот это вот сложно когда когда внизу ми удерживается первым да придется немножко технически тут постараться потом 2 4 5 2 4 5 1 2 4 и легата переходит в 3 5 вот это вот это легата внизу соль диез она вот перешло легата и вы отпускаете соль диез тоже вместе с ней то есть не так что держите потом отпускаете а сразу дальше 2 3 4 вот здесь вот это вот лями сыграть сыграть отпустить ля а эту тянуть и легата перейти в ля до то есть низ опять таки видите низ вот так пим пим а вверх а легата и вторая нота стакката а еще плюс не держать виде как вот дальше 1 3 5 потом 2 3 4 ну держится эти стакката 2 3 4 3 4 отпускать до диез то есть вместе с до диеза потом 2 3 3 4 потом 2 5 там эти аккорды стакката просто 2 3 4 ами все держать и легата потом в миля до перевести вот эти потом дальше вот вот эти три внизу остается рэ а тут рэ до когда дату рэ уже отпускает чтобы дальше легата в рэ соль си перейти вот это сложное место я там немножко получился может быть даже сыграть отпустить а потом даже вот так может быть отпустить а потом так возможно это даже на скорости проще вот ну да кстати в этом что то есть поэкспериментируйте ну и дальше просто второй третий четвертый четвертый стакката потом вот этот тянем второй третий четвертый и 2 3 4 на этот переходим тут я никак уже вот так не любую просто этот и максимально возможно быстро сюда перейти потом такой вот очень тоже сложно и вот вариация вот это 3 типа это третьим 4 3 3 1 3 2 3 4 3 2 вот тут сложно да очень сложно но я вот вам написал пальцы очень хитрые вариации непростые вот здесь тоже довольно непросто здесь более стандартно вот здесь где у меня ничего не написано то это значит просто вот вторую вот где написано просто такая штучка типа дальше играйте это значит что тут нормальная аппликатура написано или просто каждый палец на свой ряд я уж тут не стал писать где карандашом написал да вот где не написал там значит нормально и тут представлено в общем то ничего такого просто тренируйтесь легату потом постарайтесь облегчить ну вот аккорд в конце и соль 7 вот а дальше вот здесь я играю как бы вот это а потом вторая нота уже без без нижних звуков то есть я нижние звуки вместо четверти как бы тоже восьмушки по сути сделал мне так больше понравилось а то иначе мелодию будет хуже слышно ну просто 2 3 4 и переходит легатов 5 и 5 1 уже без нижних звуков потом вот так потом вот эти кора ну просто вот эти аккорды и я написал такими пальцами просто прыгать на и все так здесь что вот тут легата последнюю ноту стакката и прыгнуть на аккорд это сложно а вот тут аккорд сыграть верхний голос оставить легатов сыграть последнюю тут стакката и потом вот сюда прыгать вот это очень сложное место ой вот это сложно вот тут просто так прыгать очень сложно попадать на точность но что делать сначала пристраивайтесь потом из воздуха стремитесь прыгать ну и вариация написал пальцы вариациях старайтесь вот эти акцентики которые тут есть делать я вам давайте лучше про динамику расскажу вот нужно динамику делать и вот эти акцентики стараться вариациях тоже соблюдать но это конечно сложно это лишь примерно желательно соблюдать но смотрите как у вас будет получаться здесь эти сами все ноты вы должны по нотам выучить тут показывает слишком долго вы должны все равно взаимодействовать с нотами ничего сложного вроде в этом нет здесь самое главное вот цель на сыграть все по динамике внутри этих частей показывать динамику ну смотрите начинаете потише постепенно все все ярче и ярче вот примерно сюда а тут уже потише потом опять набираете а тут уходите вот тут уходите потише начинаете потише внутри этого тоже можете как бы немножко вот погромче 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 а потом эти ми 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 чуть потише ну так немножко буквально но в целом вот вы начинаете потише и дальше постепенно прибавляете прибавляете вот здесь потише потом опять прибавляете и уходите совсем тихонечко тихонечко уходите и вариацию начинаете потише играть и постепенно прибавляете стараетесь вот эти акценты делать прибавляете еще прибавляете вот сюда а дальше диминуэнда уходите и совсем тихонечко вот примерно так то есть прибавляете прибавляете к высокой ноте вырвались и потом уходите потом опять начинаете потише раз вы уже ушли потише и постепенно прибавляете немножко уходите опять прибавляете и тут опять уходите опять ушли опять вариацию потише начинаем и постепенно прибавляем акценты стараемся делать прибавляем еще еще вот высокие хорошо показать а дальше диминуэнда уходите 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 тихонечко тут начинаем тихонечко постепенно прибавляем еще прибавляем еще прибавляем так и вот тут играем ярко потом уходим вырываемся опять прибавляем также по такому же принципу акценты показываете постепенно все как бы прибавлять а потом уйти аккорд громко в конце внезапно немножко скример сделать но и в этой вариации когда ноты уж прям сильно вниз спускаются вы тоже это как бы уменьшайте громкость все равно любом случае должен в какой-то степени действовать принцип что чем ниже звуки тем надо их потише играть вот тут нет какой-то прямо особо какой-то такой невероятной динамики каких-то невероятных приемов но в целом вот на меча на меч намете что просто погромче потише погромче потише акцентики хорошо расставить а в основном то тут просто больше на технику скорее ну и послушайте как я играю я стараюсь как по динамике вот я играю тоже так все словами не расскажешь может вы что-то свое здесь еще найдете пожалуйста тут в основном ценность этого видео в том что я вам аппликатуру написал и показал что действительно так можно сыграть а может быть вы какой-то другой аппликатурой или какими-то другими штрихами может быть вы не могли это сыграть а посмотрели котова александра и сыграли ну вот пока все на этом успехов вам до свидания а